Здравствуйте, дорогие друзья. Вот премьер-министр Китая, выступая на арабской лиге нации, он сказал, что Израиль должен быть разделен, должно быть создано палестинское государство и еврейское государство, столица палестинского государства должна быть в Восточном Иерусалиме. Что вы по этому поводу думаете? Дают деньги на это. Ну, не такие большие, 7,6 миллиона долларов, но дают. Это так, чтобы отметиться. Ни одна страна в мире не будет защищать Израиль. Ни одна. Вплоть до того, что он примет решение о его просто расформировании. Это сионистское образование, как говорится, оно должно быть расформировано. И все. И после этого будет дан какой-то срок, и расформировываетесь. Куда кто хочет, кого кто где примут, естественно, я не знаю вообще, примут ли кого-то куда-то. Вот, и все, оставляете эту территорию и сваливаете оттуда. Вот это то, что будет. Если мы будем так же продолжать заниматься своими делами, дешефтами так называемыми, здесь, в Израиле, еще подсаживать друг друга и только об этом и думать. Если так же будет продолжаться, у нас будущего нет. То есть друзей у нас не будет, да? Если так было, вообще. У государства друзей нет. У государства есть интересы. И по этим интересам есть у тебя друзья или нет. Так вот, по этому интересу у нас друзей нет. Просто нет. Потому что мы ведем себя неверно. Мы не показываем миру, мы не рассказываем миру, что мир должен делать и что мы должны делать. И что мир может спастись и улучшить свое состояние именно благодаря нам, когда мы будем себя правильно вести. Если мы покажем пример миру, как объединяться, как поднимать уровень жизни, общественные отношения, взаимоотношения и все прочее. И как привлекаем мы при этом высший свет, высшую силу, которая может эти изменения сделать в нашей природе. И только ждет этого состояния, чтобы подействовать. Вот эта высшая сила, это не Бог, как думается. И не что-то такое. Это сила, которая есть в природе. И надо просто знать, каким образом ее извлечь. Привлечь на то, чтобы она наш мир начинала изменять. Чтобы добавляла к злу, которая просто населяет весь наш мир, наполняет весь наш мир. Добавляла к этому добро, свою положительную силу. А так мы находимся только под влиянием отрицательного полюса. Если мы это будем делать, у нас друзья будут или по-прежнему интересанты? Все. Все будут нашими друзьями. Именно тогда друзья появятся. Да. Не только появятся друзья, будут идти за нами. Вот так вот, закрыв глаза, будут идти за нами. Потому что у мира некуда идти. Нам только надо показать это на собственном примере. Вот как сделать так, чтобы народ Израиля понял, что у него здесь есть реализация его исторической миссии. А без этого, то нас погонят страшным образом не только отсюда, а вообще со всех точек мира.